Настало время для установки вот этого ограничителя открывания дверей входных, поэтому сейчас вооружимся перфоратором, пойдем сделаем небольшое отверстие и поставим вот этот ограничитель. Прошел уже час и заложил уже этот проем по загребневым блокам. В общем с этой стороны выглядит вот так. Наверху, как обычно, ставлен под деформационный шов проемчик небольшой, который будет чуть позже уже заделан монтажной пеной. Пока что туда пену наносить не буду. Просто так открывать баллон тоже смысла нет. Нужно будет еще пропенить вот эти вот проходки, где вот труба сюда к нам заходит. Но тут пока еще думаю пеной это сделать или лучше сделать это просто обычным герметиком. В общем посмотрим. Пока еще не решил, пока убираю ванной, выношу отсюда весь хлам. Здесь хлама вот уже целый мешок после сегодняшних работ. Ну и нужно выкинуть вот эту вот каналюгу, там остатки всякие, которые у нас остались от демонтажа того, что здесь было. Так, установил, подпилил другого дренажа кондиционера. Надо будет его испытать чуть позже, когда потеплеет, включить, чтобы проверить. Ну в принципе уклон здесь соблюден, поэтому никаких проблем быть не должно. Вот, так что посмотрим. Вот эту вот колбу внутри помыл тоже все и поставил назад. В принципе все готово к работе. Так, здесь вот эту вот разводку, заземление, ей займут тоже позже. Сейчас она меня вообще не интересует абсолютно. В общем есть другая работа. Нужно в первую очередь в ближайшем выходной сделать вот здесь вот под выключатель, под свет в коридоре. Потом вот висит, у нас болтается. И розетку под роутер интернет вот здесь вверху и провести вон туда вниз. Еще одну розетку сделать. Ну то есть в принципе восстановить то же самое, что было у нас от застройщика. И также нужно будет еще сделать вот здесь вот подливку пола внизу. Видите, да, здесь такая вот дырища между вот стяжкой и дверью, между коробкой двери. Ее нужно будет тоже полить. Продолжаем вырезать под розетки и выключатели нашей стене из ПГП. Вот здесь уже все застыло, там крышки надевать не будем, то есть мы здесь будем уже шпаклевать сеткой. А в этой части нам нужно сделать розетку под интернет, под роутер и розетку силовую под то, чтобы запитать этот роутер. Далее сюда вниз пойдет у нас выключатель, это свет в коридоре. И сюда вниз это просто обычная силовая розетка. Мы ее распаралелим от розетки для роутера. В общем сейчас мы уже коронкой с перфоратором все сделали. Выбили здесь места под розетки, под выключатель. Значит вот так вот становится. Все норм. Так вот здесь тоже норм. Чтобы нам собрать верхнюю, у нас здесь есть вот такая вот конструкция. Так, значит мы берем сейчас ее, соберем и тоже примерим. Поставим. Так вот, все, защелкнулось. Ставим ее наверх, тоже все нормально. Сейчас будем делать штробы. Я тут примерно пометил, что подошло. В общем вот эта вот штроба пойдет у нас к выключателю. Сюда у нас придет интернетовский кабель. Сюда вот отдельная пойдет уже силовая. Сюда зайдет, зайдет нашу розетку. И от розетки выйдет тоже через низ и пойдет вон туда на нижнюю розетку. В общем осталось сделать штробы и нужно будет их загрунтовать. И оставить на пару часиков, чтобы грунт впитался. И только после этого уже можно будет засверливать и прокладывать уже кабель. Так, мы промазали уже грунтовкой штробы. Она подсохла. И сейчас мы уже распределили кабель, который будет идти к выключателю. Поставили пока что просто эти под розетники. Завели сюда интернет отдельной штробой тоже, чтобы он с силой не пересекался. И сюда завели силовой провод под розетку для роутера. Здесь кабель мы еще не прокидывали пока. Его пока нет. Надо будет дойти в магазин и купить. Тут совсем забыли о нем. В общем сейчас пока поставим эти под розетники на место. Зафиксируем их перлфиксом. Остаток перлфикса вымажем вот в эту вот штробу. И в принципе надо будет идти в магазин. Как раз схожу в магазин. Под розетники на перлфиксе уже закрепятся. И к этому моменту уже можно будет кинуть кабель от этой розетки, от верхней до нижней розетки. И также замазать штробы. Под розетники уже установлены. Кабель тоже прокинут. В общем вот этот кусок кабеля 3 метра VVG NG LS 3 на 2,5 обошелся в 308 рублей в соседнем магазине Build. Вверх тоже стоит. Интернет розетка стоит. В общем вот этот вот кабель, который там с запасом просто. Я его вон там к потолку, грубо говоря, прижму. Он там останется на всякий случай. Ethernet. А вот эти штробы сейчас полностью заделаю уже и будут сохнуть как вот это. В принципе после этого уже после того, как штробы высохнут, стена будет полностью готова к шпаклеванию. Все, уже штробы замазаны. Роутер повесился. Все у нас хорошо. Интернет работает. Вот так вот розетки пока декоративные. Вот этой планкой не закрываю. И выключатель тоже здесь поменяется. Выключатель будет одноклавичный. Потому что у нас здесь в коридоре только одна лампочка будет и планируется. Вот так что включатель будет одноклавичный. Это просто временный вариант. И внизу розетка тоже работает. Но пока ее тоже декоративно не открываем. Пусть строгло все эти высохнут. Наверху тоже замазано. Тоже сохнет. Там у нас наверху, главное, чтобы на голову не свалилось, это там части вот этой вот верхней розетки. Там планка, розетка для благопитания и так далее. Вот эту нижнюю пока тоже ставить не стали. Пока отнес в соседнюю комнату. В общем, больше все сохнет. И позже уже приступим к шпаклеванию вместе с сеткой с фасадной. Здесь подготовил вот завтрашний день. Завтра нужно будет вот эту часть полностью вымыть, вытереть. Вот здесь в месте примыкания к дверной коробке я вставлю небольшую демпферную подложку. Ну, возьму просто пробку, которую мы использовали для кладки ПГП. И вырежу ее, и просто здесь вот из пробки такую вот полоску прилеплю. Разведу пескобетон и заделаю здесь полностью все это делаю пескобетоном. Сегодня мы хотим сделать здесь розетку под освещение шкафа, о которой говорили в предыдущих видео. Значит, прокинем здесь от коричнево-черного провода вот такой вот кабель, тоже 3х1,5. Его кинем вот сюда, вот здесь вот сделал такую разметочку. Здесь, значит, сейчас высверлил отверстие под розетку. Шкаф у нас будет, ну, 237 где-то, но я отметил 240 с запасом, потому что там внизу еще будет подложка, ламинат. В общем, мало ли. И розетку высверлил чуть повыше. В общем, она не должна быть видна со стороны, поэтому будет располагаться вот здесь. Здесь сейчас сделаю штрабу небольшую, прокину вот этот кабель в гофре. Здесь, почему не стал вот распачной коробке это делать? Ну, немножко неудобно будет в эту коробку залазить, а тут, в принципе, гофра прокинуто. Там два кабеля задействованы по лампочку, ну, под будущую люстру будут. И вот эти два кабеля, которые там просто обрезаны, они будут задействованы как раз вот, отдельная гофра сюда пойдет, на вот эту вот розетку. То есть, при включении двухклавишного выключателя, второй клавиши, у нас будет запитываться вот эта розетка, и, соответственно, от нее драйверы и освещение шкафа. Теперь нужно нам доделать одну штрабу вот здесь вот снизу, сделать подключение к вот этой вот проводке, это у нас как раз от розеток. Ну, то есть, у нас в стяжке спрятан кабель 3х2.5 ВВГ-ПНГ-ЛС, который идет на вот эти вот розетки. И, соответственно, вот этот кабель здесь выходит, он обрывается, просто был перерезан. Тут он, кстати, нам как раз понадобится для того, чтобы сделать нам независимое освещение внутри вот этого шкафа. То есть, помните, да, когда при открывании дверей в купе как раз вот эти вот светильники у нас загорались, включались. То есть, вот эта вот розетка у нас будет запитывать верхнее освещение шкафа, и рядом сделаем сейчас розеточку, которая будет запитывать как раз освещение внутреннее шкафа. То есть, совсем про него забыл и сразу не подумал, чтобы на него не влиял никакой выключатель. То есть, на него нужна обычная постоянная розеточная сеть, чтобы была. Поэтому нужно сделать еще одну штрабу, вот такую вот небольшую, с самого низа. И здесь вот подключиться к вот этому вот кабелю. Больше вариантов у нас пока нет. Здесь подключимся, а замазывать тут не будем. Здесь просто наденем гофру сверху и вот так вот прижмем. То есть, эта часть у нас все равно будет как бы под ламинатом. Шкаф здесь будет вот так вот стоять, в притирку к стене. Поэтому, ну, собственно говоря, больше никаких вариантов у нас здесь нет. Сейчас у нас наступает вечер, мы здесь потихонечку начали уже заделывать эту штрабу перлфиксом. Внизу, ну, перфикси немножко не хватило, я намешаю чуть позже. И здесь в холле уже начали потихоньку наносить шпаклевку. Развели шпаклевку, вот она, гетанит LR+. Развели пока 10 килограмм. Для этого понадобилось 3,5 литра воды на 10 килограмм. Смешали эту пропорцию и вот потихонечку начали уже вместе с фасадной сеткой наносить. Фасадную сетку вырезали 265 сантиметров в длину, 1 метр на ширину. И она как раз пошла внахлёст сюда, на этот угол. И здесь сейчас тоже начнем резать над проходом и вот с этой стороны тоже. Вот, так что будем работать дальше и покажем уже, что получится. Здесь уже осталось сверху разделать этот кабель, поставить розетку и все будет готово. Внизу подключение сделаю уже позже, непосредственно, ну, скорее всего, перед тем, как ставить сюда этот шкаф. То есть здесь уже положим подложку, ламинат и только потом вот этот нижний кабель я разделаю и подключу к тому. Здесь в коридоре, значит, все прошпаклевано, вся эта стена из ПГП. Прошпаклевана она полностью сеткой с фасадной, которая на полу лежит. В общем, пока что это такой первый слой, немножко черновой. И дальше уже перед поклейкой здесь обоев, это будет еще, в принципе, не скоро, сделаем уже еще один финишный слой. Сначала покроем грунтовкой и потом уже еще один финишный слой и все. И стена будет готова к поклейке обоев. Здесь наверху также сделают эти клипсы. Кабель все-таки на клипсах закрепил, который просто висел долгое время. И вон там он вдалеке то же самое. Также у нас есть второй канал. Второй канал у нас на платформе Яндекс.Дзен. Там у нас видео выходят на несколько дней раньше, чем на Ютубе. Поэтому подписывайтесь на наш Яндекс.Дзен, ставьте лайки, пишите комментарии. Ну а на сегодня все. Всем спасибо за просмотры. До скорых встреч в наших новых видео. Всем пока.